В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рогоцкая. Здравствуйте! И сегодня тема нашего эфира – защита прав потребителей. В гостях у нас Мария Сергеевна Аралова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Мария Сергеевна, добрый день! Здравствуйте! Защита прав потребителей. Еще что хочется сказать. В марте отмечается Международный день защиты прав потребителей. Так на что же имеет право потребитель? Если говорить о правах, предоставленных законом, о защите прав потребителей, то самое важное право – это право на информацию, безусловно. То есть все мы, как потребители, имеем право получать о товарах и услугах достоверную информацию, своевременную, полную, которая не будет вводить нас в заблуждение при выборе товаров и услуг. И также два основных права – это право на безопасность товаров и услуг и право на их качество, безусловно. То есть информация – это что подразумевается? Это этикетка и то, что на ней сказано? В том числе, да. Изначально это право на информацию о продавце, либо исполнителе услуг. То есть мы должны иметь представление о том, с кем мы заключаем договор. И, конечно же, информация о товаре – это в первую очередь маркировка. Либо это та информация, которая у нас на сайтах в интернете расписывается полностью про размер, про состав изделия. То есть к рынкам такие вещи, наверное, не относятся? Ну, к рынкам, да, как бы, наверное, вообще в идеале, по закону, конечно же. Любой товар реализуемый, где бы он не реализовывался, если это товар, к примеру, подходящий под объект технического регламента, то тогда, конечно же, должна быть маркировка полная по техническому регламенту тому или иному. Даже если это не объект технического регулирования, в любом случае информация о товаре, так же, как и о составе, о его производителе, должна быть все равно на товаре. Я почему спросила о рынках, потому что это относит нас куда-то во времена наших там мам, пап, бабушек, дедушек, да, тогда, когда это все покупалось на рынках. И, наверное, тогда о защите прав потребителей мало кто знал вообще о правах потребителей. Когда появился закон? Закон, на самом деле, наш о защите прав потребителей, это, по-моему, один из самых старых нормативно-правовых актов Российской Федерации 92-го года. Издание. Тем не менее, не такой уж и старый. Ну, 25 лет мы отметили уже давненько. Каждый год темой дня защиты прав потребителей становится та или иная вещь. Ну, девиз, скажем так, существует, да, какой-то, Дня защиты прав потребителей. Какой в этом году? Все верно, да, каждый год международная организация презентует тот или иной девиз. Уже второй год подряд этот девиз имеет отношение к рациональному потреблению, и в этом году он звучит как борьба с загрязнением пластиковыми материалами. Давайте по порядку тогда. Что такое рациональное потребление? Ну, рациональное потребление, как бы, такое очень емкое понятие, да, ну, вот как мне лично видится, да, рациональное потребление – это прежде всего, когда человек оценивает нужность того или иного приобретения, ну, прежде чем, да, прежде чем принять решение о заключении договора купли-продажи или, там, оказания услуги. Поэтому, ну, как бы, это, наверное, самое такое простое и самое первое определение, которое можно дать рациональному потреблению. То есть это, если на пальцах объясняет, пришла я в магазин, кофточку то ли хочу… 15-ю по счёту, например, да, 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 нужна она мне или не нужна, ну, на неё, предположим, акция, я её возьму. Всё верно, да. Ни разу не надену, но возьму. Да, ни разу не надену, потом в итоге я её буду выбрасывать, да, это каким-то образом будет там перерабатываться или не перерабатываться, превратиться в отходы, которые, возможно, никогда не переработаются, да. Ну, то есть всё очень-очень завязано, в том числе и с экологией, конечно, вот, ну, и рациональное потребление. Но это связано с отходами ещё, да? Я считаю, что да. Ну, безусловно, невозможно говорить о рациональном потреблении и не привлекать тему отходов, да, их переработки дальнейшей. Здесь, наверное, и пластик. И пластик, конечно, вот, который в этом году стал, да, основным, основным девизом Всемирного дня прав потребителей. Ну, те же самые, например, там, пакетики, там, в 15 упаковок, которые, там, да, мы привыкли паковать товары в магазинах, видя, что они, например, пакетики бесплатные, давайте же завернём там, да, каждое яблочко в отдельный пакет. Ну, это вот, ну, всё, опять же, вот сюда. Ну, это ещё наш русский менталитет. В Европе это уже давно искоренили, там, бумажные пакеты, и человек подъезжает с тележкой к своей машине, выгружает аккуратно, а у нас нет. А в Европе пластиковые пакеты, потому что стоят недёшево, кстати. Да, это тоже. Ну, и, ну, и как бы большая часть сознательных людей ходит в супермаркеты, даже не говоря уже о рынках, с многоразовыми, да, сумочками, специально предназначенными для того, чтобы туда положить свои товары и унести. Это, кстати, гораздо удобнее, когда у тебя есть какой-то шоппер, например. Согласна. И ты идёшь с ним на плече спокойно, а не с десятью пакетами в руках. Классно, да. И, кстати, вот за собой я тоже недавно заметила, я заходила в супермаркет, был такой свежий хрустящий хлеб, мне так понравилось, и было на выбор, пластиковый пакет или бумажный пакет. Я, конечно, не знаю, если бы это были яблоки, в какой пакет я бы их положила, но хлеб я предпочла положить в бумажный пакет, пришла домой, похвалила себя, что я молодец, что я начинаю делать какой-то осознанный выбор. Ну, всё правильно, на самом деле, производство, оно же тоже всегда идёт за спросом. То есть, если, к примеру, мы сейчас все откажемся от трубочек пластиковых в кафе, то, ну, как минимум, их станут меньше производить, может быть, совсем перестанут производить, да. Ну, и рано или поздно используются все те, которые уже произведены наперёд. Ну, и таким образом, там, каждый из нас, собственно говоря, поможет в итоге экологии. А что касается защиты прав потребителей, да, именно к ней хочется перейти. Это всегда про качественный и про некачественный товар. 2020 год, он чем-то новым стал, наверное, в нашей жизни. Сейчас объясню, к чему я веду, да. То есть, пандемия случилась, границы были закрыты, то есть, соответственно, покупательская способность у нас несколько сократилась, и возможность в том числе. Мы не могли выйти из дома, ну, кто-то не мог. Выросли онлайн-продажи. Начиная от продуктов, каких-то бытовых товаров, заканчивая техникой, ну, всем-всем-всем, да, даже медикаментами. Конечно. Мы шли к этому, наверное, давно, то есть, онлайн-продажи появились уже давно, есть разные платформы, мы все ими пользовались, но мне кажется, что именно в этом году всё это как-то вот так собралось воедино, и теперь, наверное, это будет развиваться дальше. Мне кажется, что к тому, что было, мы уже не вернёмся. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Мне кажется, кстати, специалисты тоже об этом говорят. Что-то изменилось в законе о защите прав потребителей вот с такой новой тенденцией? Ну, во-первых, конечно, да, тенденция есть, и наметилась она даже у нас, как бы, в количестве жалоб, которые поступали. То есть, если раньше больше было жалоб всё-таки на торговлю оффлайн, то за 2020 год торговля онлайн перевесила в количестве обращений, поступающих в управление. Насчёт изменений, с 1 января 2021 года были отменены правила продажи товаров дистанционным способом, ранее действовавшие, и положения, которые относились к продаже товаров дистанционным способом, были внесены во вновь принятое постановление правительства правила продажи товаров по договорам розничной купли-продажи. То есть, сейчас там есть отдельная глава, конкретно регламентирующая дистанционную продажу. Однако, чего-то прям существенно нового в этом вопросе законодатель не придумал, но, собственно, и незачем, потому что достаточно хорошо зарегулирован этот вопрос, в том числе и в законе о защите прав потребителей. То есть, все основные моменты оговорены, ну и слегка конкретизированы сейчас в правилах продажи. Я вас сейчас немножко помучаю своими, как поступать. Оффлайн-продажи, то есть обычная продажа, когда мы приходим в магазин, что-то покупаем. Здесь, в принципе, всё понятно. То есть, если нам попался некачественный товар, или он нам не подошёл, мы приходим обратно к продавцу, просим его поменять, и продавец обязан нам его, в принципе, поменять в определённый срок. Если этого не происходит, мы пишем как-то претензию, да. Кстати, куда пишем? В Роспотребнадзор? Продавцу пишем. Продавцу, конечно, да. В первую очередь. Да, в первую очередь продавцу. И тогда уже нам возвращают деньги, нам, может быть, заменяют какой-то товар и так далее. Если же это онлайн-продажи, это какие-то площадки, как быть здесь? Ну, давайте начнём с некачественного товара, да. То есть, допустим, заказала я бытовую технику, мне её привезли, а она не работает. Собственно говоря, всё то же самое, что действует по отношению к обычной торговле в магазине, да, все те же самые нормы действуют и по отношению к продаже, к покупке товаров онлайн. То есть, если приобретаемая техника, к примеру, да, ломается или в принципе не работает, действия потребителя все абсолютно те же самые. То есть, направляется претензия в адрес магазина и потом передаётся изделие на проверку качества. То есть, ну, тот же самый абсолютно механизм. Только другое дело, что, ну, как бы места передачи этой техники, да, определяет вам магазин, продавец, и вы туда уже её доставляете. А если, допустим, ну, это вещь какая-то, да, ну, заказала я себе юбку. Она качественная, хорошая, со мной, кстати, такое часто бывает, но она мне не подошла по размеру, она мне велика. Написано S-ка, ну, или там размер 42. У меня не 40, у меня меньше размер, но маломерит, к примеру. Я поверила. Пришёл товар, и он мне велик. Что делать? Здесь, получается, если у вас на сайте была таблица размеров, и, ну, все же всегда, когда мы покупаем вещь, да, через интернет, мы всегда ориентируемся на таблицу размеров, потому что у разных производителей слегка может размерная сетка отличаться, да, по сантиметрам. То есть, если вы, ориентируясь на представленную таблицу размеров, выбираете, исходя из своих габаритов изделия, а потом в итоге оказывается, что, к примеру, там, вот ширина, да, к примеру, там, в талии не соответствует той, которая на сайте заявлена для этого конкретного размера, здесь мы уже не говорим о качественном изделии. Мы здесь говорим об изделии, которое лично для вас некачественное, потому что оно не соответствует информации о нём, указанной на сайте. А, то есть это всё-таки некачественное. Вот если, да, если именно замеры не соответствуют, или, ну, например, состав ткани не соответствует, да, то есть вы изучили информацию, оказалось совсем не то, то есть различие информации представленной и фактического, например, изделия, это уже говорит о том, что это изделие с недостатком по смыслу закона о защите прав потребителей. И, соответственно, вы, опять же, его несёте в магазин, ну, то есть либо какой-то пункт выдачи заказа, да, по-разному у всех магазинов это всё происходит, либо просто, ну, пишите претензию, говорите о том, что не соответствует, прикладываете скриншоты, ну, обязательно нужно же, да, нужно доказать вам. Померил, показал. Ну, измерил линейкой, да, там, сантиметров. Вот, и говорите о том, что изделие некачественное, то есть недостоверная информация была представлена. И точно так же по статье 18 имеете право, например, там, на замену этого изделия или возврат просто денег. Но в случае, если юбка, приобретённая по интернет-магазину, к примеру, да, она вам просто, ну, не нравится, ну, не села там, да, мало ли какие варианты, тогда в случае возврата этого изделия, если конкретным магазинам не предусмотрено иное, вы должны будете заплатить за доставку. То есть в случае, когда некачественное изделие, потребитель не платит за доставку обратно продавцу. В случае, когда изделие качественное, и мы отказываемся просто потому, что, ну, не подошло оно нам, по своим причинам личным, тогда потребитель платит за доставку. Ну, опять же, у нас очень много таких магазинов, которые, в принципе, не предусматривают такого, да, там, ну, основные, которые, да, там, с точками выдачи, там просто, ну, нет оплаты. Ну, и это, собственно говоря, хорошо, это клиентаориентированность. То есть в любом случае деньги нам вот по всем этим параметрам вернут? Должны вернуть, конечно, да. А если не возвращают, если не выходит продавец на связь и не хочет отдавать деньги? Такое тоже, к сожалению, бывает и часто. Но, однако, такое вот надо отметить, да, оно не бывает у крупных площадок. Такое случается с магазинами, которые, ну, скажем так, менее известны, даже, ну, даже может быть с какой-то сомнительной репутацией, в основном с сомнительными отзывами в интернете. В этом случае нужно обращаться в суд. То есть если вы написали претензию в магазин, магазин ничего вам, к примеру, не отвечает. Можно даже не тратить свои деньги и свое время на обратную доставку в магазин этого товара, потому что есть такие случаи, когда они просто их не принимают. Вот, она полежит на почте, это посылка, за которую вы заплатите, да, так или иначе. Даже если это некачественный и такой продавец не идет навстречу, да, просто ничего не пишет, многие берут и, например, эту технику отправляют. Ее там никто не возьмет, она вам придет обратно, вы еще раз заплатите почте, да. Ну, и по итогу получите достаточно много убытков своих собственных. Мало того, что деньги, еще и время потраченное. Вот, поэтому нужно сразу обращаться в суд. Прикладывать, опять же, там, ну, те же скриншоты, подтверждение оплаты, ну, потому что оплата чаще всего онлайн происходит, да. И стоит отметить, что если по указанию продавца, ну, как правило же, да, с продавцом всегда какая-то переписка есть, если это онлайн, да, заказ, то, как бы, если продавец говорит о том, что деньги необходимо перевести на, там, карту номер такой-то, то вы не обязаны искать владельца этой карты и требовать денег возврата с него. Вправе потребитель требовать денег именно с продавца, то есть с лица, которое указано на сайте. И опять же, вот мы здесь плавно переходим к тому, что если заявитель, если потребитель решает, все-таки купить что-то онлайн, да, это очень действительно распространено, но и очень распространено, да, то, что люди не хотят смотреть на этот сайт, не хотят искать информацию о продавце, а она там быть должна и обязана. Ну, то есть, как мы приходим в магазин, мы видим вывеску, да, мы видим вывеску, какой-то уголок потребителя, там, да, какую-то информацию о лице, которое там осуществляет деятельность. Почему не возникает у людей, ну, как бы, инстинкт проверить эту информацию, приобретая товары дистанционно, ну, непонятно, если честно, но это очень-очень частая, как бы, такая ситуация, когда люди просто не знают, у кого они приобретают, деньги переводятся на счет частного лица, мы не знаем даже фамилию, там, например, только букву фамилии, и установить, кому деньги эти отправлены, но только с помощью полиции, я так думаю, возможно. У меня была забавная довольно история, всем известный сайт, самый такой у нас, наверное, крупный, я заказала с него несколько флешек, флешки подразумевалось подарить там племянникам, еще кому-то, ну, в общем, школьникам, детям, которые эти флешки теряют благополучно, ломают, поэтому флешки были недорогие, но они были забавные, с какими-то там кошечками, собачками в форме, еще кого-то, снеговиков каких-то, ну, как-то так. Магазин, в принципе, был проверенный, я все посмотрела, все как надо, но по итогу самих флешек я не обнаружила, мне пришли вот эти вот чехольчики в виде кошечек, собачек, а флешки внутри просто не было. Мне вернули деньги, но как-то это было очень долго, очень все, с какими-то сложностями. Есть ли какие-то установленные рамки, в какое время должны быть возвращены деньги? Ну, если это товар некачественный, ну, вот, например, в данном случае, да, то в 10 дней должна быть рассмотрена претензия потребителя и удовлетворены его законные требования. То есть 10 дней – это срок удовлетворения законных требований. Это о некачественном товаре. Про качественный товар, про возврат сроков конкретных в законе не оговорено, но предполагается, да, как бы, исходя из, там, обычаев делового оборота, скажем так, что это должно происходить в минимально короткий срок, необходимый, как бы, да, для удовлетворения требований. Еще тоже была у меня история, заказ был с другого сайта, это зарубежный, тоже известный сайт. Товары там весьма, как это сказать, не на средний даже, наверное, кошелек. Так, я заказывала там платье к празднику. Платье это до меня так и не дошло. Причем в трекере отслеживалось, что оно поступило на почту, почта уверяла, что к ним ничего не пришло, а продавец, в свою очередь, уверял, что все было отправлено. Продавец вернул мне в итоге деньги, но я хотела платье. И было очень обидно, и я так и не смогла найти, кто же виноват и в чем причина. Вот вы знаете, историй про почту, к сожалению, очень много. И когда мы имеем дело вот с иностранными сайтами, действительно крайне сложно все-таки доказать, да, на чьей уже стороне произошла вот эта вот ситуация, произошло нарушение прав потребителей. Единственное, радует, что очень многие платформы иностранные, у них существуют прям отдельные, наверное, тоже как платформа называется это, для урегулирования вопросов с потребителями. И когда ты туда обращаешься, там как бы все проще это делается, прикладывая определенные там документы, да, ну, люди стремятся все-таки уладить возникшие конфликты. Если бы, я думаю, такая ситуация возникла с российским каким-то сайтом, то, возможно, пришлось бы очень долго добиваться, так сказать, справедливости, да, то ли все-таки они передали это на почту, и это история уже с почтой России, или это уже не почта виновата, например, да, а сам непосредственно продавец. Ну вот, да, я так и не поняла, кто же был в итоге виноват, потому что одни говорили на продавца, другие говорили на посредника, уже на пункт выдачи, а без плате осталась я. И время было потеряно мое. Поэтому, наверное, лучше все-таки ходить в магазины оффлайн. Ну вот в определенных случаях, когда время дорого, да, и когда это действительно вещь, которая прям вот необходима, необходима, возможно, действительно лучше сходить в магазин, примерить, померить и уже выбирать здесь. Услуги – это же тоже защита прав потребителей. Конечно, конечно. Сегодня очень много, я бы сказала, необоснованно дорогих услуг. Ну то есть это им мастера на дом, когда тебе обещают прибить полочку за 10 тысяч, наверное, или прикрутить кран за 5 тысяч, стоимость которому, может быть, тысяча рублей. Вот как в этом случае быть? К сожалению, понимаете, они не обещают за 10, они обещают за полторы, ну, к примеру. Да, 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 а потом до услуги. Действительно, есть такая проблема, ну, по крайней мере, в нашем регионе, не знаю, как про остальные, когда по объявлениям, которые раскидывают, ну, вот в почтовые ящики, да, люди находят телефоны, к примеру, вот там мастеров, там, да, на дом просто какие-то бытовые, там, повесить люстру, да, вот прикрутить кран, и потом сталкиваются с тем, что в итоге в договоре, там, сумма на повесить люстру становится, там, 10 тысяч рублей, там, да, там, настроить компьютер 17 тысяч рублей без, там, каких-то лицензионных программ, да. У нас есть одно выигрышное судебное решение при участии управления в суде, мы давали заключение, там, как бы, апеллировали к тому, что в договоре была неполная информация об оказываемой услуге, и о том, что изначально никакого прайса озвучено не было вообще, потому что в идеале, да, приходя к вам домой, например, да, мастер должен осмотреть предполагаемый объем работ, да, определить цену и сказать вам, ну, как бы, уже окончательную цену, которая, как бы, будет подлежать оплате. К сожалению, вот в описываемых случаях мастера не говорят, конечно же, окончательную цену, и потом, ну, как обухом по голове, там, да, для людей звучит вот эта вот сумма, которая, ну, просто нереальная для оказываемой услуги, и люди платят. А что делать? Услуга-то оказана уже, казалось бы, да. Ну, вроде бы, когда, но когда ты изначально не знал, сколько это будет стоить, или не спросил, да, поэтому, ну, здесь все-таки, во-первых, самое главное, опять же-таки, интересоваться заранее. Вот у меня даже была личная ситуация, связанная примерно с такой же историей, да, когда, там, сломался замок в квартире, я вызвала мастера, который вскрывает дверь, мне по телефону сказал оператор, что это стоит, например, там столько-то, приехал мастер, я говорю, уточните мне, пожалуйста, цифру, и он мне называет в три раза большую, я говорю, спасибо, не надо. Ну, и, собственно говоря, все, мастер уехал, и приехал потом другой, который за нормальную оговоренную заранее сумму это сделал. Поэтому, ну, все-таки, это же ваши деньги, это ваша квартира, например, да, это ваша люстра. Вы вправе все-таки заранее узнать и допросить подробно и конкретно о том, что будет выполнено, с чьими материалами, сколько это будет стоить. Ну, то есть информация в данном случае – это крайне важно. И, ну, и нужно инициировать ее действительно самим, если вы понимаете, что, ну, что-то человек молчит. Ну, сказал он, к примеру, там, оператор по телефону, что это столько будет стоить, примерно, да. Ну, все-таки оператор – это оператор, он объема работ не видит, да, он не видит конкретной квартиры, конкретного заказа. Поэтому, ну, здесь нужно все-таки исходить из того, что послушайте сначала, прежде чем, да, кого-то вообще подпускать к работам. Если же уже все произошло, то, конечно же, есть возможность проанализировать, к примеру, вот этот договор, проанализировать прописанные там работы и впоследствии среднерыночную стоимость этих работ и в суде пытаться, как бы, доказывать, да, необоснованность таких цен. Хотя это тоже, ну, не так уж просто, потому что, ну, нет у нас такого понятия, да, что, например, вот именно по всей стране, там, или по всему, там, Приморскому краю повесить люстру должно стоить столько-то. Ну, да, то есть, как на гречку здесь цен не установлены. Да, да, то есть, ну, как бы, есть два человека, продавец и покупатель, они нашли друг друга, да, и, собственно говоря, может быть, там, это очень какой-нибудь особенный мастер, да, который действительно там за свои услуги имеет право столько брать и столько берет, там, и это супер качественно оказанная услуга. Поэтому, конечно же, ну, все это очень индивидуально в каждом конкретном случае. Ну, еще раз призываю спрашивать и заранее о цену. Еще у меня вот такой вопрос, он касается аптечных услуг. Это сюда относится или нет? А смотря что? Рассказываю на примере собственной истории. Я своего мужа отправила в аптеку за конкретными товарами. Несколько товаров в этом списке были дорогостоящие, и одни таблетки, они стоили совсем недорого, там две таблетки, ну, в пределах 100-120 рублей. Но есть аналог, дорогой. Врач мне сказал, купите конкретно недорогие таблетки, а аналог был гораздо дороже. Муж, естественно, ничего не понимая, ему продали тот самый аналог. Я случайно увидела этот чек, потому что он, когда садился в машину, передал мне пакет с таблетками, и я как-то вот увидела в нем чек и итоговую сумму. Была крайне удивлена. Ну, и начала разбираться, естественно, и вижу, что это, в принципе, те же таблетки, но гораздо дороже. На что я была разгневана и сказала, иди меняй. Он пошел менять, и сказали нет. Не подлежат возврату. Не подлежат возврату, да. Ну, как так? Он попросил те таблетки. Фармацевт ему сказала, что это то же самое. Он не знал о цене. Но он попросил другие, те, которые заказывала я. То есть его по факту обманули. Ну, ввели в заблуждение, может быть, как-то так это будет грамотнее сказано. Но цена итоговая была примерно на 30% больше от всей покупки. Потому что там разница в цене, ну, так раз 8 выше аналог. И то, что просила я. Вот как быть в этом случае? Ну, вот здесь, конечно, очень странная ситуация, потому что доказать ее каким-то образом, в принципе, невозможно. Невозможно. Если нету видеозаписи, ну, естественно, аптека, даже если она есть, скажет, что видеозапись стерлась. Ну, так всегда бывает. Ну, очень часто так бывает. Поэтому, если нет своей собственной видеозаписи, там, или аудиозаписи, или чего-то, или там рядом не стоял какой-то свидетель, который говорил о том, что... Нет, свидетели стояли, да. Подтвердит, что да, вот человек просил вот именно такой, да, не аналог, а именно вот этот препарат, именно это лекарство. Здесь, конечно же, ну, как сказать, да, вопрос клиентоориентированности и адекватности вообще, в принципе, да, настроя, там, не знаю, руководство этой аптеки. Нет, у нас конфликт был улажен, но с продавцом она доказывала, что нет-нет-нет. В итоге мой муж обратился к старшей по залу, или как это называется, к старшему фармацевту. И она сказала, что да, забрала товар, но деньги вернули нам там спустя, наверное, месяц. Ну, безналичный, да. Безналичный расчет, да. Ну, бывает с этим, да, вопросы. Ну, радует, что все-таки, да, клиентоориентированность победила, но вот ситуация, конечно, да, она недопустимая. И в таких, конечно, моментах даже, ну, невозможно говорить о, там, административной какой-то ответственности и так далее, потому что, говорю, ну, доказательств мы просто не найдем. Ну, здесь, конечно же, тоже имеет, ну, как бы имеет смысл, и вот правильно вы сделали, что не оставили эту ситуацию просто так, да, что действительно пошли и начали рассказывать. И руководство таким образом узнает о ситуации, ну, скорее всего, примет, возможно, дисциплинарные даже какие-то меры. Потому что бывает очень часто такое, когда руководство принимает дисциплинарные меры в отношении, к примеру, там, продавцов своих, да, или исполнителей по вот каким-то таким скользким, назовем ее так, ситуациям, да, которые вроде бы как и недоказуемы, и в то же время они, возможно, понимают, что с этим человеком такое уже случалось, и как бы, ну, есть такая возможность, дисциплинарная ответственность. Еще что интересно, раньше, вот, если бы у меня возникла такая ситуация, я могла бы написать жалобу в книгу жалоб, а сейчас книг жалоб нет. Все верно, да. Отменили книгу жалоб, больше в правилах торговли она не прописана, как обязанная, да, быть в магазине. Но, тем не менее, это не значит, что ее все прям обязаны убрать. То есть, если продавец решает, что все-таки такая форма общения с клиентами ему нужна и важна, вполне можно в рамках, опять же, там, клиентоориентированной политики оставить эту книгу жалоб. Но вот если ее нету, к сожалению, уже покупатель не имеет права требовать, как это было раньше. И в таком случае мы опять возвращаемся к тому, чтобы можно было написать претензию в адрес продавца, да, изложить в ней, ну, претензия в свободной форме, естественно, в претензии излагаем суть возникшей ситуации, там, да, какого-то конфликта. И, собственно говоря, передаем, там, кассиру, там, администратору зала, ну, то есть, в общем, кому-то в зале передаем ее. Ну, либо, в крайнем случае, конечно, направляем по почте, по адресу регистрации. Ну, или онлайн пишем. Или онлайн пишем, если есть такая возможность, да, конечно. Это куда суровее сегодня наказание. Да, да, ну и отзывы вы имеете в виду какие-то, конечно, да, тоже. Мария Сергеевна, пожелайте нашим слушателям что-то уже под завершение разговора. Подводя итоги всего, чего я сегодня говорила, да, хочется сказать, что все-таки мы все, как потребители, имеем право на информацию. Поэтому, пожалуйста, требуйте предоставления вам полной достоверной информации о товарах, об услугах, обо всем, да, что приобретается или намереваетесь приобрести. И, конечно же, приятных покупок и поменьше вам неприятных ситуаций. Спасибо вам, что пришли. Еще последний вопрос. Куда обращаться в случае, если вас обидели? В случае возникновения каких-то, да, ситуаций, в случае нарушения ваших прав, вы имеете право обратиться в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Сельская, 3, город Владивосток. Можно обращение направлять также дистанционно. 25.роспотребнадзор.ру, там есть поле для приема обращений онлайн. Сразу скажу, прикладывайте как можно больше информации, если она у вас есть, то есть там скриншоты, копии, договоров, актов каких-то, может быть, для того, чтобы более, ну, как бы, подробный и конкретный был ответ на ваше обращение. Да, и обязательно нужно помнить, что потреблять надо рациональнее. С умом, да. Это была программа «Время говорить». В студии работала Юлия Ракотская. В гостях у нас была Мария Сергеевна Оралова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. И сегодня мы говорили о защите прав потребителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...